Отдать частичку себя другому человеку, спасти чью-то жизнь, стать героем. Больше 50 стран объединились, и сегодня отмечается Всемирный день донора костного мозга. Генетический близнец может жить за тысячи километров, а помощь нужна здесь и сейчас. И вот для этого создаются регистры доноров. Вокруг процедуры сдачи этого анализа ходит много слухов и недостоверной информации. Возможно, поэтому в России тоже есть регистр, но недостаточный. В нашем репортаже о том, как стать донором, почему это не опасно. И история людей, чья жизнь началась заново, потому что на помощь пришел их генетический близнец. Год назад он почувствовал себя плохо, и жизнь с тех пор перевернулась. Анализы, врачи, снова анализы. У Дмитрия лейкозы, и помочь ему может только донор. Мой вариант только трансплантация, то есть химиотерапия не лечится. То есть трансплантация, то есть если найдется донор, то в принципе есть шансы, естественно. Надежда есть, но найти донора совсем непросто. В нашей стране регистр доноров костного мозга – это всего 90 тысяч человек. Для сравнения в Германии – 6 миллионов. Регистр нам уж такой большой, допустим, как в Германии, наверное, это и не нужен. Мы обсуждали, что нам необходимо порядка 500 тысяч доноров. Эксперты говорят, россияне практически ничего не знают о донорстве костного мозга. Вот в чем дело. По данным ВЦОМ, только каждый четвертый хотя бы что-то слышал об этом. Наверное, кость вытаскивают, потом из нее вытаскивают костный мозг. А больно очень. Нет, это не больно и не страшно. Чаще всего никакого наркоза и операции. Кровь берут из вены. В 85% случаев берут у доноров не кость, не пунтируют кость, а берут эти клетки из вены. Предварительно вводят специальный препарат, стимулирующий выход их из костного мозга в кровь. И в определенный момент, день, когда их количество, наиболее большое количество в крови, их забирают. Будьте здоровы! У детской больницы в Петербурге появилось красное сердце. Так волонтеры решили поддержать маленьких пациентов. А заодно и рассказать прохожим, что донором костного мозга может стать любой здоровый человек от 18 до 45 лет. Попасть в регистр просто. Всего лишь сдать немного крови на анализ в одной из частных лабораторий, которые поддерживают программу. Их более тысячи по всей стране. Кстати, все бесплатно. А потом ждать генетический близнец, которому нужна помощь, может найтись в любое время. Гузаль вступила в регистр 11 лет назад. И с тех пор готова помочь выздороветь любому незнакомому человеку. Мне не страшно. Мне больше того, я знаю, как это важно вовремя, чтобы оказались нужные врачи, нужные какие-то инструменты. А для нас это инструмент. Сейчас мы говорим как раз про кровь. И представляете, как здорово. Мы создаем возможность вылечить кого-то. Очень трогательно. Похоже. Они не знали друг друга до этого дня. Но один без другого просто не выжил бы. По правилам, донор и рецепент могут встретиться только через два года после процедуры. Даже спустя время подступают слезы. Им сложно подобрать слова. Тебе громадное спасибо. От всех моих родственников. От меня лично. Ну, от всех. Кого я... Да, сложно, конечно, говорить. Они смеются и плачут, глядя друг другу в глаза, незнакомые, знакомые. На вопрос, а зачем все это было, доноры отвечают, просто чтобы знать, если вдруг с тобой случится беда, найдется тот самый неравнодушный. Полине Коноваловой 9 лет. Пять из них она борется за жизнь, борется с заболеванием крови. Ей тоже нужен донор. И он нашелся. Но мама боится говорить наверняка. Ведь бывает так, что доноры отказываются в последний момент. Но отважная Полина верит, что все получится. Что бы ты сказала этому человеку, который согласится дать тебе свою кровь? Ничего, просто обняла. Марина Чайка, Надежда Каширская, Роман Михаленко и Юлия Ходорова. Первый канал.